вот что произошло через полчаса через полчаса у нас уже ведерко начинает наполняться друзья мои всем привет сегодня в общем такое видео про то что когда начинаешь сомневаться в качестве продукции которые приобретаешь дело касается сантехники бывают такие ситуации когда некачественная техника меняет ваши планы дело в том что на данном объекте сейчас я работаю я как обычно устанавливаю краны на перемычку для полотенцесушителя и получилось так что один из кранов практически после запуска сразу начал подкапывать он даже не открывался он в закрытом положении просто начал пропускать воду он там уже накапал естественно это явление не является хорошим потому что кран по сути он не должен пропускать воду в закрытом положении а что я сделал в данной ситуации я отснял сразу небольшой материалчик и отправил его в магазин чтобы доказать что мои слова не просто слова а действительно это все происходит на самом деле ильнор короче косяк смотри кран течет закрытом положении воду пропускает с этой стороны нормально все держит а вот с этой стороны он капает на этот сразу мне из магазина сказали что данный кран можно заменить но попробуй все его открыть закрыть возможно там попал как попал какой-то мусор который препятствует нормальной работе данного крана но я естественно попробовал открыл-закрыл короче вот снял даже барашек выровнял теперь он ишь прям видно как стройка течет но к сожалению вылечить таким образом данный кран не получилось а он стал течь еще больше вот такие вот неприятные моменты бывают с кранами кран сейчас закрытом положении находится вот такая вот небольшая струйка продолжает сочиться через кран после чего я связался с сантехником сказал что у меня течет кран нужно что-то сделать но пришел посмотрел сказал ну давай я тебе отключая стояк ты замени стран на новый все я поехал в магазин повесил ведерко на кран чтобы здесь у меня в ванной комнате в общем не накапала не намочила ничего лишнего поехал магазин отсутствовал я на объекте полчаса полчаса вот что произошло через полчаса через полчаса у нас уже ведерко начинает наполняться очень-очень быстро хорошо что я не оставил то все на следующий день короче замена я конечно планировал всю эту работу произвести на следующий день то есть оставить на ночь кран в таком состоянии ладно что я этого не сделал потому что если бы я пришел сюда на следующий день я даже не могу представить чтобы вот здесь произошло 15 этаж подо мной 14 вот представьте все эти 14 этажей вдруг затопило горячей водой картина не из приятных следовательно моя расторопность могла стоить еще больше денег чем просто замена данного крана поэтому всем мастерам настоятельно рекомендую если у вас течет никогда не оставляйте на завтра лучше переделайте все сейчас сразу в этот же день сантехник воду отключил открываем кран все прям засосало туда короче обрезаю кран под корень добавляю муфту чтобы оставить такой небольшой участок еще запаяться выглядит это примерно так в этот раз я взял кран другой фирмы там у меня стоял проакуа этот у меня кран фирмы тэба лучше поставлю другого производителя на проакуа уже нет никакой надежды на все кран запаял новый так вот муфта кусочек трубки на всякий случай кран закрываем сейчас сантехник запустит нам воду но вот и кстати вот эта перемычка который я вам обещал показать вот она здесь есть волшебная перемычка который позволит полотеносушитель работать в любом месте вашей комнате так и здесь у нас в общем такой блестящий глаз и здесь блестящий блестящий глаз который смотрит на нас так и ждем несколько минут чтобы у нас остыла пайка и запускаем воду все потом покажу короче сантехник дает воду вода зашумел в трубах сейчас нужно проверить пайку и все самое главное еще чтобы внутри у нас все было хорошо и желательно чтобы в обоих кранах пайка хорошо кран тоже держится ну все нормально и также хочу сказать производителем который производит сантехнику всегда следите за качеством вашей продукции потому что когда вы произвели некачественный материал естественно продали в магазине мастеру который в будущем установил его на своем объекте и этот материал каким-то образом вышел из строя заказчик естественно первым же делом обратиться к мастеру и обвинит его в том что материал вышел из строя соответственно работа произведена была некачественно я вот не пойму чего не хватало этому крана вроде все нормально сидит все плотно но почему-то он не хотел работать вот как можно сказать что вот этот кран вообще не работает вроде с виду абсолютно ничем не отличается от другого идентичного ему крана все плотненько все закрывает все открывается может конечно есть там небольшой зазор через который умудряется водичка просочиться ну вон там такой зазорчик но я не думаю что это он есть хотя хотя все может быть где-то не доделали где-то не до прессовали но вот можно сказать вот этот зазорчик будем грешить на него то что именно вот этот зазорчик явился причиной того что у нас потек краны ведь установив некачественную сантехнику всегда страдает именно сантехника заказчик не будет разбираться в том что была качественная сантехника или нет всегда проще обвинить мастер мастер ведь он последний последний звено в этой цепочке которая является крайним то есть обвинив мастера том что он якобы сделал работу некачественно вследствие чего сантехника вышла из строя хотя отнюдь бывает такое что просто материал бывает некачественный и мастер тут вообще ни при чем короче вот такие вот дела ну что ж на этом у меня все кран заменили причину протечки устранили еще совет всем тем кто занимается сантехникой ремонтными работами как я делаю вывод из данной ситуации то что нельзя никоим образом никогда оставлять на завтра то что течет сегодня как вы поняли что данная течь без контроля может повернуться в любую сторону может закипеть а может и наоборот стать еще более сильной течью который впоследствии просто приведет к еще большим затратам чем на данный момент поэтому лучше сделать все именно сегодня чем оставить это все на завтра и так вывод делаем из данной ситуации производителя всегда контролируйте свой товар который вы производите продаете потому что от этого страдают все если некачественный материал страдают все и также сантехники если вам попался некачественный материал не оставляйте это в безнаказанном всегда сообщайте об этом магазин и чтобы дальнейший магазин просто передавал данную информацию производителю и производитель в будущем просто имел ввиду что такое может быть и следовательно нужно что-то с этим делать в общем вот такие выводы такие мысли у меня пришли в голову исходя из всего того что произошло на этом я думаю все если вам было полезно данное видео ставим пальчик вверх поддержите меня лайком сделать репост данного видео чтобы как можно больше людей поняли вообще суть этого дела поняли смысл ну и просто были в курсе того что все происходит не всегда отогласка короче у меня все всем спасибо с вами был как всегда ленар на канале перестройка 116 до новых встреч на новых видео надеюсь данные видео уже не будут касаться каких-то проблемных ситуаций ну хотя в нашей жизни все может быть иногда трэш больше занимает и больше интересен чем на какой-то там в общем интересный материальчик ладно все всем спасибо всем пока до новых встреч